Ну вот, пришли дожди с осенью, как песни. Лето в плов, а с людьему пришли дожди. Желтые листья на землю легли. Ну, желтых листьев еще не так много, но дождик вот он. Одеваются люди кто как гараж, кто во что гараж, точнее. Кто-то уже в куртке, кто-то в свитерах, кто-то еще в майках я встречал. И в шлепанцах никак еще не можем мы переключиться на это, на то, что осень. Напоминает вот там немножечко, на пушкинской листью упало. И это цветочный базар такой продает, выставка и продажа цветов. Правда, раступили к первому, сейчас поменьше, но пополняется ассортимент. Мокнущий под дождем старый дворик. Вот люблю снимать такие старые уголки Бреста. Они настолько уютные, они столько шарма. Столько вот неповторимой красоты, которую невозможно передать. Прямо вот радуешься. Правда, тут уже, конечно, они подремонтировали, немножко реконструировали, сделали детскую площадку. Но, тем не менее, сохранили вот эту вот красоту старого города по возможности. Никакого новодела нет, поэтому... В основном нет, поэтому это приятно. Металлочерепица тут не ущетка нет. Даже вот в дождливую погоду они... Эти домики смотрятся хорошо. Это вот старый, вот я сейчас покажу вообще. Был деревянный, его обшили. Посмотрите, какой домик. Чуть-чуть уже было, не развалили его. Но во время похватились, сохранили. Уютный двор, шикарный просто. Первая примета осени, знаете, какая? Пустеют уличные кахвы. Видите, 11 часов, 12, еще никого нигде практически нет. И куда-то исчезает еще одна примета. Куда-то исчезают длинноногие красивые девушки шорта. Видно, влетают теплые края. Как не видите красивых девушек на улице, значит, знаете. Наступила осень. Хотя вот красиво все равно. Ну, Брест вообще красивый город. Я люблю его снимать в любое время. И зимой, и летом, и осенью, и весной. Вообще классный город у нас. Ну, вот такие вот пустые кафешки. Хотя не так и холодно там, в принципе. Но погода не располагает. Касситки, потому что вот заносят ветром воду прямо на столы. Как бы, уже лучше сидеть в помещении. Ой, посмотрите, что я нашел. Невеста идет. Фотографироваться видно. А, какая прелесть. В шикарном платье. Вот будет ей память. На моем канале. Видите, как красиво. Дай Бог им удачи. И счастья в жизни. Будут фотографироваться вот. Возле этой, наверное, надписи. Любовь есть. Вот. Фото молодым на память. Молодым на память фото. Это супер. Видите, как он за ней ухаживает. Молодец. И пусть так по жизни ухаживает. Ой, какая прелесть. Какая пышная, молодая. И дождик не помеха. Счастью. Мне сегодня везет еще одна свадьба. Еще одна молодая. Еще одни фото. На память. Класс. День у меня сегодня удачный. Видите, какая красавица у нас. Места. Ну вот. Погода поменялась. Дождь прекратился. Настроение, соответственно, улучшается. Специально показывают зеленый уголочек, это перекресток Куйбышева и Гоголя. Сколько тут зелени. Не дай бог, если его вырубят, то, конечно, будет потеря страшная. Но вроде бы нет. Обновляют деревья. Вот я смотрю так, что молодцы городские власти ухаживают за зелеными суждениями. Ну и там вот аллея вот этих различных статуй. Смотрите, памятник дворнику. Там какая-то еще фирма какая-то. Вот это очень туристы любят у нас сниматься там. Мы тоже привыкли, не обращаем внимания, туристы любят. Ну и пусть приезжают, снимаются. Ну вот здесь уже осень чувствуется. На некоторых деревнях листья красные облетают. Вот, где лалка предлагает выпить и закусить. Вот, шикарная, шикарная пустолейка на Гоголе. Все время снимают, все время нам не нравится. Ну и как брест можно не нравиться. Брещане не поймут. Вот такое воскресенье в городе. Очередной дождик. Сегодняшнего дня. Думал уже все, он прошел, ага, нет. Увидел харцеров польских явок. Видно, не пришли на обед. Там ребята шли, а вот там девочка стоит. Вот такая погода выходного дня. Такое воскресенье. Начина고. Chart. ЧувствOR. Чутит. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА